Друзья мои, всем салют, это я Романович, и сегодня у нас долгожданная Викинг, W-King, как хотите ее называйте. Много раз от вас встречал предложение, вообще в моем чате в телеграме, модеры, администраторы очень активно ее продвигали, говорили, ну когда она вообще появится на канале. Вот пожалуйста, вот он, Викинг у меня на канале, сегодня будем разбираться с версией, с моделькой Т9-2. Сразу надо сказать, что здесь такие названия достаточно простецкие, то есть там вот это вот какие-то нитро, какие-то экстримы, это все мимо Викинга. Здесь все просто, Т9-2, все понятно, то есть это небольшой такой патибоксик, аккуратненький, у них есть еще версия Т11. Это прям уже такой патибокс, ну то есть вот так вот он подрос где-то примерно по сравнению с этим, то есть он уже такой прям полноценный, а-ля там 110-ка, Fiera E-Motion 200, короче такой повыше, и там соответственно уже немножко цена другая. Вот эта модель стоит на всех возможных маркетплейсах в районе 10 тысяч рублей, я не знаю, то ли сейчас на распродаже, то ли это всегда, но может быть там плавает, цена там 1, 2, 3 тысячи рублей. Все ссылки будут в описании под роликом, можете актуально ознакомиться. Викинг это китайская компания, она у нас не сказать, что прям сильно представлена, но прям потихонечку оборот свой набирает. В 23-м году очень часто я встречал в комментариях, посмотрели, что это за малышка, и владельцы вот прям вот пылинки с нее сдувают. Знаете, что я понимаю? Я вам всегда рассказываю о своем телеграм-канале только в контексте скидок, что мол вот максимально эксклюзивные предложения именно там, я до вас оперативно доношу информацию, действительно у многих на лоб лезут в глаза, когда они видят, какие скидки я выкладываю в телеграм-канал, это не кликбейт, это на самом деле так и есть. Но телега у меня не только про скидки, телега в том числе и про жизнь канала. То есть все возможные анонсы, какие-то секреты там со съемок, какие-то еще вещи, что вы просто не можете видеть за кадром, все это там, какие-то мои мысли, рассуждения, разумеется, чуть-чуть добавляю в свои жизни, и в итоге получается та самая телега Романоча, где уже больше 50 тысяч подписчиков, и она куда-то летит вперед. Все ссылки в описании под роликом, либо просто пишите в поиске телега Романоча. Вообще просто меня с ума свели эти уголки. Ну я не знаю, может быть так мне доехало именно, черт его знает, но эти уголки просто какая-то сумасшедшая история. Это настолько надежно, что, блин, это вообще реально ядерную войну может, мне кажется, пережить. Очень круто, блин, прям вообще на заметку компании, берите себе, вот так вот надо заставлять вещи. Надежность! Так, что у нас здесь на коробке? Давайте все вместе смотреть. Значит, LED-подсветка для крутого пати. AUX, то есть джек 3.5 есть, на месте он. 5200 мАч батарейка. При, сразу важно, видите, вольтаж 7.2. То есть многие там типа 5200. Что такое 5200? 7.2 обязательно это надо смотреть. Экстра-бас, что-то знакомое, да, это на языке Sony. TF-карточки можно вставлять. Это уже хорошо. Хотя, в принципе, в пати-боксы флешки полноценно обычно вставляются. Но, может быть, здесь тоже вставляются, мы дальше посмотрим. А, вот, пожалуйста, он и USB-шник здесь вроде как на борту. Две такие колоночки можно въедино соединить. И, соответственно, у вас будет TVS-очка. Это хорошо. На этой стороне, в принципе, ничего здесь интересного нет. Bluetooth 5.0. Есть такое дело. Низкочастотник у нас 102 мм. Их два здесь. В высокочастотниках тоже два. Два твиттера по 31 мм. Выходная мощность 80 Вт. АЧХ-шка 60 Гц, нижний порог 20 кГц верхний. И вот здесь, вот видите, батарейка немножко по-другому значится. 12000 мАч, но уже при классическом нашем напряжении, которое мы смотрим, обычно как бы принято измерять там телефоны или небольшие колонки, все возможные джибельки раньше мы измеряли. То бишь, получается, эквивалент вот этой вот цифры 5200 мАч. Если мы берем в обычной напруге, это 12000 мАч. Весит 3700, то есть 3,7 кг, вместе с упаковкой четверек где-то. В целом, наверное, все. Шесть режимов подсветки, удобная ремень-ручка для переноски. Разумеется, никаких кодеков дополнительных не поддерживается. Ну и есть два режима, комнатный и уличный. Вот это вот уже интересно. И фазоинвертор нам, кстати, тоже обещают. Опачки. Но он на самом деле прям должен быть дико аккуратный. Комплект. Комплект, кстати. Здесь кабель-шнурки. Прикольно, прикольно. Через Type-C все это дело заряжается. Я, насколько понимаю, что адаптер используется обычный, от которого вы мобилу заряжаете. Соответственно, чем у вас больше он выдает, тем и быстрее колонка будет заряжаться. Ну и AUX тоже фирменный. W-King или V-King. Это хорошо. Слушайте, это отрадно, что фирменные кабели. Прикольно ощущается, учитывая, что это еще и шнурки. Так. И вот она сама малышечка. По первым ощущениям... А, еще бумага есть внутри. Ну ладно. По первому ощущениям, это что-то вот примерно из серии... Как? Rave называется у Anker. Есть серия Rave. Вот последний раз вот что-то вот в этом духе. Ну или Tron Smart. Hello первое. Да? Тоже чем-то она напоминает. То есть вот по габаритам, может быть, чуть-чуть едва ли. Больше. Обтекаемый такой корпус. Здесь по торцам тоже есть проставки. То есть получается, вы спокойно вообще, не заморачиваясь, можете ее и вот так эксплуатировать. Причем, что и так на самом деле кайфово смотрится. Сейчас еще включим подсветочку. Оп! А звук что-то такой знакомый. Слушайте, а звук-то реально знакомый. Я что-то не могу вспомнить где. Самое умилительное это фазоинвертор. Такой миниатюрненький. То есть прямо такой миниатюрненький. Ну просто красота, да? Значит, здесь ничего у нас не защищено. То есть она здесь от воды изначально ничего не гарантирует. Защиту какую-то. И получается полноценный выход под USB. Все-таки он здесь есть. TF-карточка. То есть microSD-карточки можете засовывать. AUX. И через DC-шку все это дело заряжается. И есть ресет. Все можно сбросить. Да, сюда, конечно, пыль может попадать. Вот это, мне кажется, недоработка. Можно было сюда вот эту вот какую-то худо-бедную резинку прикрутить. И тогда было бы вот как-то сподручнее. Ну что-то прям вот не нравится, что это все открыто. Классный ремень. Такой вот прям кожа-рожа. Он плотный. В принципе, нормально переносить. Она немного весит. Я не могу сказать, что это прям самая удобная ручка, которую сейчас можно найти. Но пойдет, слушайте, удобно. Самое главное, что это стильку прям добавляет. Здесь фирменная надпись Viking. Блок управления. Что здесь интересного есть? Ну, разумеется, вот она подсветка. С помощью M-ки режимы переключаете. Есть индикация. Это уже радует. Получается, она у нас здесь трехдиодная. То есть сейчас заряжена на два деления. На противоположной стороне play-pause. Ну и, соответственно, перелистывание композиции. Или там, что вы еще будете перелистывать. Хотя, с другой стороны, здесь радио нет. Поэтому, наверное, только перелистывание композиции. Ну, здесь ничего удивительного нет. Все это дело с подсветкой. Регулировка громкости. Да, наверное, в целом и все. Кстати, это не единственная колонка, которую мы сегодня рассмотрим. И еще будет аналог флипки шестой. Пускай. 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 Типа пытается меня сломать. Упасть. Чтоб пробраться силой снова. Стой. Пускай. Перепутал часовые поезда. Посмотрев свои часы. Там 12-15. Круглые сутки. Ровно 10 лет назад я на самый первый призыв твой. Ждал папы, а ты. Я ловлю тебя сюда. И много сейвы. Если хочешь, ты даже прочь. Твои грубые слова. О моем прошлом я забью твою новую цель. Придуешь его больше. Это Fiera E-Motion 150 здорового человека. То есть вот за то, что мы с вами полюбили Fiera E-Motion 150, вот ровным счетом оно здесь есть, только еще эквивалент, наверное, X2, X1.5, наверное, X2.5, я не знаю, в какую сторону сказать. Ну, короче, это чище, это сочнее, это плотнее, это мощнее, это детальнее, чем Fiera E-Motion 150. А стоит плюс-минус получается так же. Нашла коса на камере, не ведь война на память. Нашла коса на камере, не ведь война на память. Все треки из этого выпуска будут по ссылке в описании в ВК, в сообществе ВК. То есть там самое максимально удобное сделать пост полноценный. И все, что вы здесь прослушали, собственно говоря, там себе можете и добавить. Ссылка в описании под роликом. Слушайте, я начну с того, что это реально честный 80 ватт. То бишь ты включаешь эти 80 ватт, и ты ощущаешь, что о, действительно, пацаны, так оно и есть. То есть часто эти 80 ватт, ты такой, типа, чешешь лепу. Где здесь 80 ватт воздуха или чего? Здесь все хорошо, здесь с 80-кой реально все прекрасно. Еще важный момент, что мне дико понравилось, это когда ты включаешь второй режим, квартира. Ну или он первый, можно считать его даже, наверное, первый режим основной, квартира. Когда она в стоке, вот я ее первый раз включил. Это режим квартира. Как здесь из фазы инвертора дует, мать его. И это как раз-таки непосредственно эквивалент того, что она выдает. Вот что интересно. То есть я включаю потом режим улицы, который здесь есть. Если кто не знает, и я тоже, кстати, не знал, пришлось открыть инструкцию. Чтобы включить режим улицы, достаточно два раза щелкнуть по вот этой вот клавише play. То есть раз-два. И у нас здесь с вами заиграл, заморгал. Ну сейчас у меня она разряжается уже, но видите, синий моргает. Вот. Это у нас в данный момент, значит, режим улицы. Если мы опять же сейчас два раза нажимаем сюда, у нас просто обычный синий постоянно горит, если бы меня сейчас не разрядилась колонка. Это, соответственно, режим квартира. И вот на этом режиме квартира дует так, что ты сразу понимаешь, о, а режим улицы включаешь, и уже дует менее, потому что по-другому чуть играет. Более высокие, как мне кажется, выпеченные начинаются. То есть они такие более понятные. Она чуть-чуть рассеивающе играет. А вот на режиме квартира, она играет вот так, как мы любим настоящий пати-бокс. Она прям панчит, панчит, панчит и накачивает. Да, немножечко получается уже букет приглушенный. Чуть-чуть высоких не добирает. Хотелось бы серединку, может быть, чуть-чуть ярко выраженную. Но при этом главное, что басик и вот этот вот весь панч, он прям таки так льется. И я вас уверяю, что от этого басика вы не устоите. То есть если выкручиваешь на 90-100%, то ты прям вот, сколько у меня съемочный павильон здесь, квадратов 18, я не знаю, ну 19, наверное, где-то так, вот просто раскачивает то, что надо. Это и в пол отдает, это и в стены отдает, это и в тебя отдает. И здесь реально хочется ворваться. Вот в чем прикол, что это та колонка, которая вот прям тебя врывает куда-нибудь в тусу, в танец, несмотря на свои габариты. Что еще важное? Громкость. Вот, да, громкость тоже важна. Никаких перегрузов, ничего нету. То есть там на сотку выкручиваешь максимально, как она играла чисто, так она играет. Здесь вообще можете за это не переживать. Как громкость влияет на бас? Вот что я даже больше хотел сказать. Смотрите, какой важный момент. Что и на 50% громкости бас сохраняется, он есть. И это на самом деле отрадно. Это прям бальзам на душу был, что типа, блять, как хорошо. Очень часто бас на там 50% громкости, 60%, 70% он отваливается. Он такой вялый. Он ближе туда к сотке идет. Или наоборот, есть другие случаи, как трибит, например. Он ближе к сотке отваливается. Он на 70% классно играет. Здесь полный баланс. То есть вот, что бы вы ни поставили, какую громкость вы ни поставили, вы и бас услышите. Вы услышите, хотел бы я сказать, и середину. Но на самом деле, все-таки верхнюю середину и вообще в целом верхушки добирает по громкости, когда ты подходишь ближе к сотке. То есть, если вы хотите в режиме квартиры, в том самом басовом, пончевом, слушать что-то еще вот такое вот из середины и из верхов, что-то более ярко выраженное, то громкость придется крутить к соточке. Если это будет 60-70%, то это немножечко будет такая бубнятинка. Опять же, многие не заметят этого, но хочу до вас всю эту историю донести. Потому что все-таки он в целом, пати-бокс, обычно любой играет с бубнятинкой такой своеобразной. Но здесь к сотке бубнятинка, она практически испаряется. То есть получается такой более-менее баланс. Конечно, басик превалирует, но более-менее баланс. Вот, а если вставляешь 50-60%, ну то уж извините, как говорится, куда деваться. Вот примерно как-то так. Слушайте, пока прям уч зашло. Прям дико зашло, это прям на уровне. За десятку, это на дичайшем уровне. Это конкурент Тронсмарт Бенгу, как нехер делать. Три биту, да. Хопстар А60, железно, бетон, да. По поводу цены. Давайте так, я сделаю отдельный пост в своем телеграм-канале. Ссылка на него, как вы уже поняли, в описании под роликом. Там будет и большой викинг, и маленький викинг, ну и соответственно лучшая на него цена. Потому что на самом деле продавцов на Азон, на Вайлдберрис немало. И у всех разные цены. Я нашел, мне кажется, вот прям вот самый сок. То есть если у вас будет вопрос, где же за десятку он нашел, я не могу найти. Велком в телегу, там будет отдельный пост после выхода этого ролика. Мы с вами двигаемся дальше. У нас следующая на очереди убийца JBL Flip 6. Ну или народная JBL Flip 6. Именно так мне говорили подписчики. Типа протестирую в телеге активно. То ли в чате, то ли в комментариях. Об этом писали. Ну вот сейчас будем смотреть, насколько это убийца. Вот у нас даже есть как бы здесь опытный, подопытный. Мы будем с ним сравнивать сразу напрямую. Короче, это Viking D320 Adventure. Коробка огромная. Сразу видно, что китайцы вообще не переживают за экологию. Картон там им не вдомек. Ну и колонка на самом деле не маленькая. То есть, чтобы вы понимали, эта коробка где-то практически, ну, раза в полтора больше, чем коробка у Flip 6. Здесь, в принципе, ничего замысловатого нет. Неплохо так оформлено. По цифрам сзади мы, в принципе, особо сильно много не узнаем. Сейчас мы с вами посмотрим в бумажку там одну интересную. Но IP67 сразу нам обозначили, что в воду, в принципе, окунать ее можно. Должна достаточно долго играть. Есть RGB-подсветка. Больше нам в целом знать ничего и не следует. Там на велосипеды можете ее цеплять. Альпинизм, рюкзаки. И куда-нибудь под елку тоже вы можете вместе с ней сесть. Здесь китайцы сразу все это дело обозначили. Давайте на нее взглянем, чтобы вот вы сразу понимали, что к чему. А потом еще подробно на цифры посмотрим. Здесь, на самом деле, нет ничего удивительного. То есть, это плюс-минус размер какой-нибудь там Tronsmart T7. Т7 обычной классической. Вот примерно она такая же в высоту, такая же примерно плюс-минус. Я сейчас говорю по объему. И теперь смотрите, насколько это отличается от флипки 6 оригинальной. То есть, вот прям, ну, значительно, да? Ну, то есть, типа, это сейчас будет изменение владельца. Такое ощущение. Здесь такой же есть хлястик удобный. Причем, что фирменный викинговский. Молодцы, викинг, кстати, насчет этого. То есть, он металлический. Он здесь тоже регулирует у вас уровень этого крючка. Все это пробрендировано. Это тоже классно. Что касается вот этих вот торцов. Это пластик. Не софт-тач. Это оголтелый обычный пластик. Опять же, да, если сравниваем с джибелькой, здесь гораздо приятнее материалы. В этом плане. По самому кожуху. Блин, ну, возможно, здесь сечение чуть побольше. Невозможно, а точно, на джибельке. Но, в целом, в принципе, это не влияет. И там, и там я скажу, что хорошо. Давайте взглянем на подсветку. Она здесь у нас подсвечивается только с одной стороны. Вот здесь вот находится пассивка. Ну, и, собственно говоря, в момент игры тоже все это дело будет сиять. На лицевой стороне написано викинг. Ну, и, собственно говоря, есть управление. Есть кнопка включения. Вот она круглым обозначена. Есть качелька громкости. И кто-то, возможно, подумает, что это индикация заряда. Но нифига, это просто кнопка, ну, точнее, индикация то, что она работает. Когда ты ее выключаешь, она, соответственно, у тебя горит красным. Скорее всего, когда она развивается полностью, она тоже будет красным гореть. Глядим под капот. Здесь TF-карточка вставляется. Ну, то бишь, microSD-карточка. Заряжается все через Type-C-шник. И есть выход на AUX. Получается уже сразу такое преимущество. Нехеровенько. Кстати, хорошо все закрывается. Видите, как плотно прям залегает. Уже нехеровенькое преимущество этого викинга то, что можно воткнуть флешку. Нас с вами интересует Bluetooth-версия 5.3. Дальше IP67 защита подтверждается. 40 ватт сразу идет на борту. Один низкочастотник и два высокочастотника твиттера. Опять же, да, привет, флипки шестой. Там всего лишь два динамика. Один твиттер и эллипсоидный динамик, который отвечает за низ. Здесь сразу два твиттера воткнули. Ну и мощность, разумеется, у нее здесь будет побольше. 40 ватт выдает. АЧХ-шка. На самом деле, что-то я не сильно не верю. То есть, 100 Гц, нижний порог 18 кГц. Верхний хер его знает. Мне кажется, что здесь чуть пониже нижний порог. Потому что, как бы, ну, флипка-то дает, по-моему, в районе 60, по-моему, да? Или что-то около 70. Сейчас, честно, не помню. Но здесь должно быть не хуже, так скажем. Двухканальная она. До 4,5 часов она заряжается. И батарейка здесь на 4000 мАч. Что, в целом, тоже неплохо. Это при напряжении 7,4. Что тоже обязательно важно иметь в виду. Чтобы включить режим стереопары, достаточно зажать плюс и нолик. И удерживать все это дело около 2-3 секунд. Ну и, соответственно, здесь дальше у нас замигает индикация. И две колонки войдут в режим стереопары. Ну и друг друга поймают. Кстати, ну это хорошо, что есть стерео. Если учитывать, что в данный момент... Да, кстати, по цене она стоит около 5,5 тысяч рублей. На распродаже я смотрел. Окей, может быть, там 6 тысяч рублей, когда вы будете на все это дело смотреть. Черт его знает, да? За 6 тысяч рублей, получается, две берете двенашка, там, или 11 тысяч рублей. Сделать себе стереопару. Это прям неплохо. И если учитывая, что она каждая будет по 40 ватт... Блин, я послушал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выбывайте только в слове И есть только теперь Слушайте, ну малышка играет точно так же по-викинговски Это мощно, плотно, нажористо, вот прям вот так вот жирно обволакивающий Единственный есть момент, что вот мне, как любителю середины Не то, что ее здесь не хватает, она здесь, наверное, не под меня сделана То есть вот хочется, чтобы чуть-чуть была какая-то воздушность в этой середине Чтобы вот эта вот верхняя середина, она вот прям вот где-то здесь была на поверхности И вы сейчас уже на контрасте, когда мы будем делать вот это вот сравнение батл, разумеется Это услышите и поймете У флипки шестой есть вот эта вот воздушность А там уже дальше мы с вами сделаем выводы В любом случае я вам могу сказать заранее Что викинг многим как раз-таки понравится может больше, чем флипка шестая Я знаю, что многих флипк шестая И вообще вот эти вот небольшие колонки от JBL Ну так скажем, мягко не до конца удовлетворяли, что ли Разочаровывали, не могу сказать, не до конца удовлетворяли Типа они такие, ааа, а я думал, что она вот так вот А что-то как-то фанатов-то, понятное дело, устраивает В том числе и меня Вот А вот остальных людей думали они, что за эти деньги что-то будет другое Вот возможно, кстати, Викинг это ваш вариант Вот она дает то, что не дает флипка шестая Давайте смотреть Слышишь? Эуууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, собственно говоря, что и требовалось доказать, да? Вы прекрасно видите, что здесь вот высокие, они прям вот-вот где-то вот у кромки плавают, да? В хорошем смысле этого слова. Здесь же они вот под чем-то таким одеяльцем, как будто чуть-чуть скрыты, и в целом звук как будто вот чуть-чуть под одеялом скрыт, но при этом, как этот викинг валит, ты только на фоне флипки понимаешь, что это страшная машина. Я вам серьезно говорю, то есть, типа, берешь в этот викинг, такой, типа, охереть, как я раньше флипку-то слушал, типа, оказывается, она вообще не валит. Она играет бархатиста, хорошо, но на контрасте, блин, здесь просто нереальный вал, и вот как раз-таки та самая моя мысль, что многим, кому не хватает васа, викинг просто залетит с двух ног. Важно понимать, что здесь непосаженная середина, она здесь есть. Когда громкость, ты начинаешь регулировать, то есть, неважно, это там будет 50% или 100% громкости, у тебя везде будет хватать. И в середине, и в басе он никуда не провалится, и с высокими будет нормально. Но таков ее стиль звучания. Вот знаете, вот есть такая особенность, это викинговская особенность. У нас у всех есть, да, у Хубстаров особенности, у тронсмартов, у JBL, у Sony. И вот еще появилась викинговская особенность, когда вот просто, ну, чуть-чуть, вот такой вот реально стилек. Возможно, даже он здесь и оправдан. То есть, в целом, хорошо, что именно так, если были бы еще и высокие, вот прям рядом плавающие, то, возможно, блин, как-то это бы в общую картину не складывалось. А здесь в общую картину очень и очень даже складывается. Я не говорю, что сейчас лететь, флипку шестую свою менять на викинг, но если баса не хватает, то может быть, почему нет? Слушайте, за пять с половиной тысяч рублей, мне кажется, сейчас будет очень тяжело что-то найти, похожее в меняемое. Очень часто я слышу от вас вопрос, что взять, какой вы посоветуете конкурента, адекватного флипки шестой, что можно взять вот в таком вот форм-факторе. Если вас объем викинга не смущает, то, наверное, стоит рассмотреть викинг. То есть, вот прям стоит. Ну что, родные мои, вот такой вот сегодня получился достаточно объемный обзор. Мы затронули, можно сказать, два ценовых сегмента таких плотных. Или даже, скажем, форм-фактора два. То есть, вот небольшой такой, более-менее компактный вариант викинг D320, да? Все верно, я же даже запомнил. Ну и, разумеется, вот такой вот большой викинг. Но на самом деле, как я вам сказал, что это еще не предел. Есть еще викинг больше, он, по-моему, около 15-16 тысяч рублей. Я говорю про цены Озон. Вы слышали мое мнение насчет этого, этих всех викингов. Вы понимаете, что теперь есть альтернативы в пределах там 5-6 тысяч рублей, если мы что-то небольшое форм-фактор берем. Ну и, разумеется, что-то в пределах десятки очень часто интересует. Вот десятка, типа, прям это потолок бюджета. Нужно что-то взять максимально сочное, качевое. Вот, рассмотрите этот викинг. Единственный нюанс, что здесь не подключается микрофон и не подключается гитара. Да, было бы вообще просто восхитительно, если бы мы еще сюда гитару могли подцепить. Но, извините, нужно просто пойти вот к викингу повыше, и там, по-моему, уже даже гитара и микрофон. Если вам интересен обзор викинга повыше, T11 он называется, или как-то примерно так, короче, разберемся мы в этом обзоре. Если вам интересно, то дайте знать в комментариях, то если будет много голосов за этот викинг, почему бы его и не рассмотреть. Но это уже будет в будущем, в 2024 году. Эти колонки определенно войдут в мой рейтинг. В скором времени выйдет видос. Если у меня их не заберут до этого момента, выйдет видос, где будут лучшие колонки, которые... Ну, короче, вы поймете, вы видите, был такой же формат у меня на канале, два видоса выходило. Они туда 100% войдут. Вот теперь наконец-таки этот видос максимально такой полной грудью задышал. Я рад, что я как раз-таки свежей крови туда запускаю. На огромное спасибо, что сегодня были со мной. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. Ссылки на телегу будут в описании под роликом. И не забывайте, что все треки, которые вы услышали в этом выпуске, будут отдельным постом в сообществе моем ВКонтакте. Ссылка на него тоже в описании под роликом. На этом сегодня и все. Все давайте, красавцы. Пока.